Борцовского вечера. Борьба за первое место. Весовой кубуриду 130 килограммов. Приглашается Армен Челокян. Хабаровский край. Появляется Армен Челокян, который представляет Хабаровский край и Воронежскую область. Он в красном трико. Губжев Аскер, Кабардино-Болгария. Этого борца его оппонент сегодня Аскер Губжев, Кабардино-Болгария. Очень высокие ребята оба. Да, здесь в стране могут быть предыдущими. Настолько те ребята поменьше ростом сбитые, такие плотные. Здесь наоборот Ростовка она очень высокая. У них фигура идентичная даже, можно сказать. Тут не скажешь, что парни весят по 130 килограмм. Визуально, по крайней мере. Ну да, потому что рост. Баскетбольный рост. Да, да, да. Ну давайте смотреть, Челокяна Губжев. Покачай, 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 покачай тут где-то. Вот так пока ощущается подушка зрителя, мне кажется. Судейская бригада в составе руководителя программы. Пока разведка идет. Судья Международных Тибори Светлова. Вот хорошая. О, есть бросить можно. Два балла. Арбитр на ковре. Должны дали. Четыре балла. Четыре, да. Судья Международных Тибори Светлова. Подтвердил боковой арбитр, да, табличка четыре. Показал. Заявка, хорошая заявка на победу. А вот здесь поднимает, потому что посчитали, что был срыв. Но борец с синим трюком, не дождавшись свистка, хотел делать переворот накатом и остался в опасном положении. Красный трюк. Армен Чалакян представляет Хабаровский край и Воронежскую область. Интересно, конечно, да, совершенно другая борьба. Кандидат мастера спорта. Из-за габаритов обоих борцов. Тренируется от колодца тренеров от первого места Крымова. Вот, хорошее движение. Здесь есть и захват, надо бросать. Это финиш. Четыре балла. Чистая техническая победа. 8-0. Вот так, чтобы ждал. Да. Ну, я вам должен сказать, у нас сегодня удачный день. Два первых, одно третье место. Если мы говорим для прокопилки Хабаровского края медалью, то... Ну, как бы мы не изображали свою нейтральность, но... Две церемонии награждения. Мы сейчас еще, опять же, еще раз посмотрим, да, как добился победы. Ну, убедительное преимущество. Не менее убедительное, чем у Милешина было в схватке финальной 97 килограмм. Ну, так солидно, очень солидно. Две церемонии награждения, друзья. На этом мы еще не прощаемся. Смотрим дальше. Во-первых, повторы. Во-вторых, церемонии награждения, в которых будут представители сборной Хабаровского края. Здесь кажется, что будет красиво получилось. Через себя просим. Да, и видно, как эмоции здесь все на лице. Чего, чтобы говорить. Ну, получилось сильно. Причем на лице и у победителя, и проигравшего. Да, проигравшего. Причем больше на лице у проигравшего, конечно. Давайте... Чем и прекрасен спорт, когда вот такие эмоции мы можем наблюдать. Настоящий...